Ни одни войска в составе российской армии не увенчаны таким орелом славы, как воздушно-десантные, а не же войска дяди Васи, по имени их самого знаменитого командующего Василия Маргелова. Именно он добился того, чтобы данные войска стали настоящей элитой вооруженных сил и создал систему с неба сразу в бой. Чтобы стать первыми среди лучших настоящей элитой армии, необходимо овладеть оружием, парашютом, приемами рукопашного боя. Физическая подготовка десантника проходит на пределе человеческих возможностей. Выносливость и быстрая реакция, презрение к боли и усталости – вот что является яркими и необходимыми характеристиками воина ВДВ России. Василий Маргелов командовал воздушно-десантными войсками до 1979 года. За годы его руководства ВДВ превратились в действительно самостоятельный род войск и одно из самых боеготовых воинских формирований в мире. С его уст слетало множество крылатых фраз и выражений, которые большинство десантников знают на зубок. Пожалуй, наиболее полно отражает характер этого человека и всех воздушно-десантных войск его афоризм. Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай. Весной 45-го, уже после капитуляции Германии, остатки фашистского корпуса пытались прорваться навстречу наступающим американцам. На их пути стала дивизия Маргелова. Перед решающим боем генерал-майор Маргелов, один, без охраны, отправился в немецкий штаб и в ультимативной форме предложил им сдаться. Зная маргеловских бойцов еще по Сталинграду, гитлеровцы, поразмышляв ночь, сдались. Главное отличие десанта от других родов войск – голубые береты, которые бережно хранят многие бывшие десантники. Правда, вначале головные уборы были темно-бордовыми, а в 1967-м этот свет утвердил Василий Маргелов. Они носят береты цвета неба, потому что небо наше и земля наша, потому что они несут службу. В начале Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов принимали активное участие в боях с немецкими захватчиками. Каждый из тех десантников готов был идти на смерть, каждый из них совершил настоящий подвиг. Именно тогда в жестоких боях в глубоком тылу противника и родился великий лозунг ВДВ «Никто кроме нас». Уникален боевой и миротворческий опыт ВДВ. Сопровождение гуманитарных колонн, работа на блокпостах – все это требует высочайшей подготовленности. Десантники изучают иностранные языки для работы с местным населением в любой стране мира. В нынешних условиях войны с международным терроризмом воздушно-десантные войска способны осуществить непосредственную работу в любой точке планеты. Сегодня, 2 августа, во Владивостоке состоялись мероприятия в честь 92-й годовщины образования воздушно-десантных войск. С утра стартовал автопробег от русского острова до парка Победы, где более сотни жителей города возложили цветы в память о погибших десантниках. В числе участников были ветераны службы ВДВ, их родные, воспитанники детских военно-патриотических клубов и чиновники. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.